Девушки отдыхают Армин спрашивает третьего, все ли будут пиво? Третий говорит да. Вопрос, откуда он знает? Сейчас отвечать не надо, подумайте. Нет, ну хорошо, я догадываюсь, что вы знаете. Вот, это все-таки для более мелких. Хорошо, спроси, вот молодой человек в толстовке, такой вишневого цвета, вот у него можно будет потом спросить. Нет, не прямо сейчас. Хорошо. Я, во-первых, должен принести свои извинения организаторам, потому что когда мне Ася написала пятое письмо с напоминанием, что хорошо бы написать, о чем будет лекция, я забыл, что мы поменяли тему лекции, аннотацию, прислал к предыдущей лекции, которой Ася сказала, что читать не надо. Это не страшно, потому что я буду рассказывать про вещи, в общем, похожие. Если кто-то пришел слушать про ДНК динозавра, то про ДНК динозавра я вам ничего не расскажу, но расскажу другие всякие истории про эволюцию, а про ДНК динозавра можете потом спросить. А сейчас надо говорить про перещелкиватель, вы мне дадите кликер? Дайте кликер. Ну хорошо, давайте следую еще, а пока кто-нибудь, если сделает кликер, будет хорошо. Значит, это чудесная картинка, показывает вот что. Спасибо. Да, она показывает вот что. Это воловой национальный продукт на душу населения, в долларах по горизонтальной оси, а по вертикальной оси процент населения, которое верит в эволюцию. Ну, соответственно, разным цветом, значит, тут вот точки, это разные страны, разным цветом показаны разные, ну тут написано, что разные, это такие геополитические ареалы, я бы сказал. Ну и вписано какое-то уравнение, которое симпатически куда-то сходится, это не важно. России здесь нету. Ну, в общем, она где-то вот здесь будет болтаться, скорее всего, вот здесь. Вот. Очень ярко выделяется США. Население США глупее, чем богаче. Да, вот по уровню дохода они должны были бы быть где-то здесь, а они на самом деле вот здесь. Это такое следствие очень глубокой протестантской религиозности, которая никаких игр с эволюцией не подразумевает. И эта картинка, ну, я не знаю, откуда она вытащена из интернета, поэтому я не готов вручаться за каждую конкретную точку на этой картинке, кто-то нарисовал, но, в принципе, правдоподобно. За единственным исключением. На самом деле, не очень хороша сама по себе постановка вопроса, потому что такое верить в эволюцию. Да, вот есть стандартный вопрос, который задают в разных социологических опросах или еще где-то, верите ли вы в Дарвиновую теорию эволюции. Что это значит? Во-первых, слово верите в русском языке имеет разные смыслы. И то слово верите, которое используется в этом вопросе, оно не имеет никакого отношения к тому слову верите, которое возникает в вопросе, верите ли вы в Ильсуса, или верите ли вы в Будду, или верите ли вы в Иегову, или в кого угодно, или верите ли вы в Зевса и большое количество его корешей, тусующихся на Олимпе. Потому что здесь слово вера означает не веру в нечто иррациональное, что в общем нельзя понять, а можно только принять душой целиком и особенно не сомневаться, а это означает на самом деле согласие с доводами. Когда у ученого спрашивают, верите ли вы в такую-то теорию, это означает, что он просчитал и понял, в чем эта теория состоит, соотнес ее с другими теориями, альтернативными, или которые объясняют, или соседними, прикинул, как эта теория соотносится с известными ему фактами, прикинул, какие бы еще факты хорошо было бы знать, чтобы уже совсем твердо убедиться, то есть это на самом деле очень большой комплекс интеллектуальных усилий, которые в русском языке упаковываются вот в это слово верю, и по недоумению, когда говорят, ну хорошо, но вы верите в Дарвин, а я верю в Бога, и чем ваша вера лучше моей? Ничем не лучше, только две разных веры. Вот это вещь, которую очень полезно про себя понимать. Ну, теория эволюции, еще очень любят говорить, что у вас теория эволюции, когда это будет не теория, а настоящая наука, тогда приходите, а теории, мало ли там разных теорий, ну вот такая теория, такая теория. Тоже это некое лингвистическое усещрение, потому что на самом деле конечно никакой теории эволюции нет, есть уже просто область науки, эволюционная биология, есть традиционное название для этой области биологии, значит, это точно так же, как есть теория вероятности или там теория относительности. Никто не вкладывает в это такого традиционного языкового смысла, который существует в обыденном языке, потому что теория тоже не доказана. Значит, здесь теория это просто совокупность утверждений, это совсем другой смысл. Ну и, наконец, про Дарвина. Очень, вот, журналистами, когда общаешься, они, которые, из них поглупее, те задают два вопроса, над чем вы сейчас работаете и какая от этого будет польза человечеству, с этим вообще не надо разговаривать, потому что они идиоты. Это означает, что человек вообще не сообразил, что хотя бы немножко надо понять, про что он будет слушать. Есть какие-то более продвинутые, которые действительно что-то слышали и пытаются задавать какие-то более разумные вопросы. Это очень правильно, это надо поощрять. Вот они очень любят обсуждать, а вот Дарвин, вот он во всем был прав, или Дарвин где-то ошибался. вот это тоже довольно пустое, на самом деле, дело, потому что, ну, там, «Предхождение видов», совершенно замечательная книжка, но она была написана сто шестьдесят пять лет назад, она вышла, если я правильно помню, но она писалась, соответственно, еще долго до этого. ясно, что он очень многих вещей не мог даже предположить, потому что, ну, совсем никаких данных не было. Вообще говоря, вот «Происхождение видов» книжка замечательная, ровно потому, как много можно понять, в общем, с не очень большим числом наблюдений, но с очень ясным представлением о том, как эти наблюдения надо укладывать в единую теорию. Даже дело не в том, что там мало наблюдений, а они очень ограничены, да, просто чисто технические возможности биологии в девятнадцатом веке были не таковы, чтобы языка правильного не было, для того, чтобы это описано. Ну, и кроме того, полезно понимать, что эволюцию придумал не Дарвин, на самом деле, разные эволюционные теории существовали и до Дарвина, а основной вклад Дарвина стоял в том, что он объяснил, в чем стоит двигающая сила эволюции, да, что есть случайные изменения, и потом отбор, который на них действует, на организмы, в которых эти изменения произошли. И вот это действительно вещь, которая абсолютно железно держится до сих пор, я, собственно, про это и буду потом рассказывать. Дарвин с Менделем были современниками, значит, Дарвин – это основоположник вот той эволюционной биологии, которую мы сейчас знаем, а Мендель – это основоположник той генетики, которую мы сейчас знаем, только совершенно разный эффект был от трудов Дарвина и трудов Менделя, потому что труды Дарвина были опубликованы, довольно широко обсуждались и сразу оказались в центре научного внимания Дарвина и у Олеса, они одновременно там это опубликовали независимо. А Мендель, который занимался генетикой в своем монастыре, опубликовался в трудах общества «Естественные истории» в богемии, и никто этого не прочитал. Есть городская легенда о том, что после смерти Дарвина в его бумагах нашли нераспечатанное письмо от Менделя. А это неправда по двум причинам. Первое – несущественное, что таки не нашли. Более существенное, психологическое, состоит в том, что известно про Дарвина, что он открывал все свои письма и отвечал всем своим корреспондентам. То есть это вещь психологически, кроме всего прочего, невозможная. На самом деле очень жалко, потому что, несомненно, Дарвин оценил бы… То, чего Дарвину очень не хватало, это материальные основы наследственности. Вот он постулировал, что есть какие-то единицы наследственности, которые должны передаваться и меняться, и у него не было совершенно никакого языка, чтобы их описывать, и от этого действительно было видно, что ему тяжело про это думать. Опыты Менделя давали такую основу, там тоже не было материального носителя, гены Менделя или законы Менделя сформулированы в терминах, которые… Это еще за 100 лет до ДНК. Еще никакого материального носителя генетики наследственности нет. Уже понятно, по каким законам это должно передаваться. На самом деле действительно очень жалко, они очень сильно пересеклись по времени. Вот если бы Дарвин прочитал работы Менделя, было бы фантастически интересно, чтобы он по их поводу написал. Вот действительно. Вообще, на самом деле, вот есть такой тоже дурацкий вопрос, с кем бы из ученых вы хотели бы поговорить, вот, прошлого. И, конечно, было бы очень интересно Дарвину рассказать то, что делается сейчас в современной биологии. Я думаю, что он значительную часть этого понял бы очень быстро. И ему было бы интересно. Вот. А потом уступил 20 век. Случилось много чего. Переоткрыли генетику на рубеже 19-20 веков, в начале 20 века. Потом поняли, что есть действительно материальный носитель генетической информации. Это молекула ДНК. Появилась синтетическая теория эволюции, которая, собственно, объединяла вот Дарвиновские модели естественного отбора с тем, что говорит генетика. Определили пространственную структуру ДНК, поняли, как в ДНК кодируется наследственная информация, вот как кодируются белковые последовательности. Началась молекулярная биология, то есть биология, которая работает не с живыми организмами, даже не с отдельными клетками, а с молекулами внутри этих клеток. Вот все пущено этим занимается в значительной степени. Молекулярная филогенетика замечательная наука, которая позволяет устанавливать родственные связи между разными организмами, глядя на их геномы. Научились быстро определять последовательности ДНК, научились определять полные геномы массово. Сейчас это уже не научная задача, а чисто инженерная. И вот это интересная вещь, за которой имеет смысл сейчас наблюдать. Это будет следующий, я думаю, что это будет следующий большой такой научный синтез. Это будет синтез наших представлений об эволюции с нашими представлениями о биологии развития. Потому что есть такой чудесный парадокс, что в каждой клетке нашего организма ДНК в общем одна и та же. Наследственная информация, которая в каждой клетке содержится, одна и та же. Там есть некоторые исключения, в клетках иммунной системы, но это сейчас не важно. А клетки разные, да? И ткани разные. Клетки эпителия, они похожи на нейрон, и они обе не похожи на клетку мышечной ткани или на гепатоцид. И более того, все эти разные клетки являются на самом деле потомками одной единственной оплодотворенной яйцеклетки. Вот есть яйцеклетки, это одна клетка, она поделилась пополам, получились две клетки одинаковых. Еще раз поделились пополам, получилось четыре клетки одинаковых, потом восемь одинаковых, потом шестнадцать одинаковых. А начиная, по-моему, с 64 клеток, у них уже появляется индивидуальность. Они уже становятся разными, и из них потом возникнут разные ткани. А гены в них, тем не менее, одни и те же. И почему так получается? Потому что в разных клетках работают разные наборы генов, и это, собственно, определяет, как дальше будет развиваться организм, и как разные ткани возникнут, и разные органы возникнут. И это объясняет, например, почему человек отличается от мышки, а мышка отличается от летучей мышки. Гены, ну хорошо, мы с мышкой бог не, но с шимпанзе у нас гены просто все одни и те же. И последовательности в 50% абсолютно тождественные, а там, где они тождественные, отличаются на одну-две буквы. То есть белки у нас с шимпанзе одни и те же. А тем не менее шимпанзе такой прикольный и хорошенький. Ну, шимпанзе, ладно, бонобо, они такие прикольные и добрые, а люди такие омерзительные и, в общем, вот. А с мышкой то же самое, на самом деле у человека там, ну у всех млекопитающих примерно один и тот же набор генов. А различия как раз определяются тем, какие гены работают на ранних стадиях эмбрионального развития, да вот когда закладываются схемы тела. И с лягушкой, в общем, по большому счету гены одни и те же. Ну там уже больше специфики, но... Вот, и это то, что люди сейчас научились делать. Люди научились измерять работу генов в индивидуальных клетках и пытаться связывать работу этих генов с тем, как действительно организм будет развиваться на самых ранних стадиях. А когда это будет сделано на многих разных организмах, это можно будет сравнивать. Вот тогда можно будет думать про то, как происходила эволюция. И это то, что на самом деле очень хочется. И это вот то, ну, на самом деле, я думаю, что те из вас, кто будет заниматься биологией, вот примерно этим и будут заниматься. Да, это дело как раз в ближайших лет. Что увидели в геноме немножечко? Значит, ну вот два человека отличаются друг от друга примерно один раз на тысячу букв. Да, всего генома это 3 миллиарда нуклеотидов. Вот наш геном, наша наследственная информация, это такая книжка, в которой 3 миллиарда букв. Значит, мы от Михаила Абрамовича отличаемся один раз на тысячу. Я от шимпанзе отличаюсь один раз на 100. Это я уже сказал, что половина генов человека и шимпанзе идентичная. С мышкой 80% генов общих. Даже с кишечной палочкой, да, с бактерией у нас 30% общих генов. В каком смысле общих? Что у нашего общего предка с кишечной палочкой эти гены были. Ну и кроме того, довольно много всего стало понятно, про то, как устроена эволюция. Ну, во-первых, это такая классическая вещь. У меня довольно много, на самом деле, еще один, так сказать, предоведомление. С некоторой вероятностью вы какие-то из этих слайдов уже видели, потому что часть из них надергана из лекций либо Алексея Симоновича Кондрашова, либо Федора Алексеевича Кондрашова, либо Георгия Александровича Базыкина. Там всегда справа написано, у кого я этот слайд попросил. Нет, каждый раз просил и получал разрешение, все честно. Вот, ну вот это слайд из лекций старшего Кондрашова, из которого ясно сказать, очень фундаментальная вещь, что приспособленность не является доказательством эволюции. То, что у акулы, ихтиозавра и кита-косатки совершенно одинаковая форма тела, приспособленная для того, чтобы двигаться в воде, вовсе не является доказательством того, что у них был общий предок. А это является просто следствием того, что в воде иначе особо не подвигаешься, если у тебя другая форма тела. И если бы был какой-нибудь верховный генный инженер, который бы делал живое существо, приспособленное для жизни в воде, путем манипулирования с геномом, или лепя его из глины правильным образом, я не знаю, зависит от ваших религиозных представлений, значит, о том, как работает верховный генный инженер, но он бы делал ровно такое живое существо, обтекаемые формы с плавниками или ластами, иначе невозможно. Опять, если вы хотите делать максимально плотную упаковку ячеек на плоскости, чтобы делать соты, но у вас будут шестиугольные соты, независимо от того, вы пчела, оса или кто угодно другой. Просто потому, что это тот вариант строения сот, для которого требуется меньше всего материала. А вот что является доказательством эволюции, когда, наоборот, что-то сделано криво. Потому что вот это ничем кроме истории, предыстории объяснить, в общем, нельзя. Но если только у вас нет такого постмодернистской картины мира в голове, что есть такой бог, который нарочно делает похуже, чтобы все думали, что его нет. Ну, например, у меня сейчас будут параллели между такой эволюцией на уровне живых существ целиком, такой классической, то, про что писали всегда, и то, как это аналогичные вещи видно на молекулярном уровне. Ну, вот слепая рыба, да, живет в пещере, ничего ей там не нужно, глядеть там все равно не на что, глаз нет, но на самом деле остаточные глаза все-таки вот тут есть у нее. И даже видно, что малька не были, а потом они затянулись. Есть гены, которые отвечают за возникновение глаза у зародыша, другая история. Да, то есть это рудимент, это то, что было у зрячих предков и исчезло, но не до конца, поэтому мы это можем видеть. Ну, та же самая история в геноме, пожалуйста. Вот это кусок генома, значит, это вот что такое. Это гены, чтобы я помнил, чьи, да, сверху корова, а снизу человек. Вот идет корова-человек, опять корова-человек. Вертикальная палочка стоит там, где гены совпадают, там, где наш ген идентичен гену коровы. Есть места, где нет, совпадают, и у нас ген испорченный, вот этого самого белка, который, неважно как называется. А белок очень хороший, белок нужен для того, чтобы синтезировать витамин С, скарбиновую кислоту. Скарбиновая кислота витамин, это означает, что она необходима для того, чтобы жить, но мы ее не можем синтезировать сами, то есть мы ее должны получать с пищей. Если мы ее не получаем с пищей, получается цинга. Вот те из вас, кто ходит на колымские рассказы с Федей, значит, обсуждать колымские рассказы Шаламова, там цинга упоминается как раз. При этом остатки этого гена у нас в геноме есть, мы его видим, мы видим, где он был, он был ровно в том же месте, где у коровы, но он попорченный. Это такая прямая аналогия вот этих самых слепых глаз пещерной рыбы. Остаток того, что раньше было функционально, даже понятно, почему так получилось, потому что предки жили в Африке, питались листьями и плодами, витамин С получали с пищей сколько угодно, не было дефицитом ни разу, и вот эта система синтеза витамина С оказалась ненужной, ровно в тех африканских условиях. И случайно разрушилась. Вообще эволюция на самом деле вещь скорее разрушительная, чем созидательная, потому что все время имеется поток мутаций, все время имеется поток случайных изменений, а естественный отбор отбирает те из этих изменений, которые редко-редко бывают хорошими, ну или бывают нейтральными, тогда естественно, ну что же такое у меня все время здесь, бывают нейтральными, когда совершенно неважно, есть этот ген или нет этого гена, вот в тех условиях было неважно, есть этот ген или нет, он испортился, не было механизма отбора, который отсеивал бы тех, у кого этот ген испортился. Они точно так же жили, как и все остальные, потому что витамин С был в пище сколько угодно. А потом, ба-бах, переселились из Африки в Европу, фруктов стало мало, появился дефицит витамина С, а синтезировать мы его уже не можем. Начался этот фактор отбора, но когда что-то сломано, подчинить очень трудно. Потому что если вы стреляли из ружья в телевизор, вы его, скорее всего, испортили, а представить себе, что вы потом еще раз выстрелите и почините то, что испортилось первым выстрелом, довольно тяжело. Только выкинуть. Ну или ходить в аптеку и покупать витамин С. Неоптимальный дизайн. Это вообще потрясающая история. Это история про камбалу. Вот она. Такая рыба, она лежит на дне или плавает вдоль дна. Есть рыбы, совершенно замечательно приспособленные для жизни. Вот чуть-чуть на поверхность, на дном моря. Это скаты. Они плоские, фантастически эффективно, очень красиво, очень эффективно передвигаются. И они точно так же могут лечь на дно, сделаться незаметными. Вот совершенно замечательно все сделано. Очень эффектно и эффективно. Значит, вот это чудище. Это полная беда. Но поищите где-нибудь в интернете, как камбала плавает. На это смотреть без слез невозможно. А она плавает, она такая плоская. Она раньше была симметричная. Вот если посмотреть, да, вот у нее рот перекошенный, вот у нее два глаза на одной стороне. Спина у нее вот здесь, если что. А это у нее живот, если что. А, она плавает на боку. Ну, в общем, хреново ей. Очень любили, значит, говорить вот про что. Камбалу очень любили приводить как контрпример к тому, что эволюция происходит. Потому что говорили разные люди, ну как же так вот. Ну ладно, сейчас вот у нее два глаза, они с одной стороны, ну там оба смотрят, понятно, зачем их два. Но ведь у предка-то камбалы, да, предок камбалы, наверное, был нормальной рыбой двусторонней. И это означает, что когда предок камбалы начал жить у дна, то он лежал просто глазом вниз. Ну и понятно, что так быть не может, да, значит, боженька сделал камбалу сразу такой. Значит, отдельно интересный вопрос, что это был за боженькой, еще раз. Вот, но, ну вот так. И там было чудесное, потому что нашли промежуточные формы. Да, вот основная претензия к эволюционистам, говорится, очень хорошо, вот вы говорите, что там виды переходят друг в друга, а вот покажите нам, как они переходят, вот где эти переходные варианты от одного к другому, да. Вот мы видим два крайних положения, а как вот весь путь. Вот с камбалой оказалось, что на самом деле есть эти переходные формы. Да, малек камбалы, если что, нормальная рыбка двусторонняя, да, один глаз в одну сторону, другой в другой, а потом, когда малек взрослеет, у него глаз просто переползает через спину на другую сторону, ну, через, как это значит, через затылок, да, просто переползает на другую сторону постепенно. Вот. Я тебе говорил, что тех, которые хотят играть, надо спокойно оставить сзади. Нет, вот, остаток, отделение. Хорошо, значит, смотрите, ладно, ладно, обратно, сиди. Вот, значит, смотрите, вот оно, эволюционное дерево этих самых, вот это родственник камбалы, нормальная двусторонняя рыба, да, вот у нее один глаз, другой глаз, вот вид сверху, все нормально. Вот современная камбала, вот дно вот здесь, да, она сейчас вот на попа поставлена, то есть дно на самом деле вот тут, вот тут, соответственно, толще воды, вот у нее два глаза смотрят на одну сторону, значит, вот это, вид сверху, чтобы это не значило, а вот промежуточные чудесные ребята, вот этот чудесный парень, значит, смотри, у него один глаз где был, а второй глаз строго на затылке. А вот и этот еще чудеснее, потому что у него один глаз где был, а второй еще не до конца отъехал. Вот этот реально действительно смотрит глазом в землю. На самом деле задним числом можно понять, зачем так было, почему это полезно, потому что вот, если вы ведете донный образ жизни, то очень полезно уметь глазом посмотреть строго вдоль дна, вот чуть-чуть приподняться и посмотреть вдоль дна. Вот если вы пытаетесь что-то найти на полу, то один из самых правильных способов такой, надо как можно ниже опуститься там на колени и глазом смотреть вот прям буквально вдоль пола. И тогда то, что вы пытаетесь найти, там будет торчать. Значит, если вы плаваете над дном и, значит, едите всякое, что вы там на дне найдете, то есть очень полезно иметь такой глаз, который смотрит тут ровно вдоль дна. А потом оказалось, что иметь два глаза наверху еще полезнее, потому что если у нас сверху кто-то хочет напасть, ну вы там его заметите, там, я не знаю, сбежать попытаетесь. Вот, то есть задним числом можно понять, почему вот эта промежуточная форма тоже была полезной, хотя казалось бы, что за смысл от глаза, который в землю смотрит. Ну, та же самая чудесная история неоптимального дизайнера. Но, да, но в любом случае, значит, проектировать рыбу вот такую с самого начала, это какое-то безумие. Опять-таки, вот посмотрите на ската, который ровно так же живет, да, тоже на дне точно так же лежит, но только совершенно замечательно красивый. Та же самая история с неоптимальным дизайном на молекулярном уровне. Это нарисован ген фактора комплимента номер 8, неважно, это белок, который нужен для свертывания крови, да, чтобы кровь сворачивалась, вот, когда ранг, да, чтобы кровотечения останавливались. У него есть два повтора у этого гена. Это идентичные участки, вот здесь и вот здесь. Они не кодируют белок, это на самом деле они вообще ничего не кодируют, это мусор. Ну, вот они здесь есть. А дальше, когда у вас есть в гене идентичные участки, бывает такая ситуация, когда ген вот так перехлёстывает, и по этим участкам разрывается, а потом сшивается наоборот. И в результате вместо нормального работающего гена у вас получается ген, который полностью перепутан. Да, ну, представьте себе книжку, в которой одна из тетрадок вклеена другой стороной. Да, такой типографский брат. Вот это то же самое, что здесь происходит. Я в детали уже не буду рассказывать, бог с ними. Но факт тот, что вот из-за этого повтора возникает, из-за того, что вот по этому повтору происходит перестановка в геноме, возникает гемофилия А. На всякий случай, это ровно та гемофилия, которая была у наследника нашего, значит, сына Николая II. Из-за того, что у него кровь не свёртывалась, у него были кровотечения, там Распутин их умел заговаривать, и вообще вся российская история пошла прахом, ровно потому, что дизайн генома был очень неоптимален, да, вот в нём были эти повторы. То есть, если бы не было этих повторов, современная российская история была бы совсем другой. Распутина бы не было, войны бы не было, революции бы не было, ничего бы не было. Бывает наоборот. Вот я говорил, что то, что дельфины и акулы имеют одинаковую форму, это неудивительно, потому что если вы живёте в воде, у вас такая форма и будет по-любому. Но бывает, когда один и тот же орган, исторически один и тот же орган, превратился в ходе эволюции совершенно в разное. Вот это летучая мышь, это её крыло, это рисунок, это скелет летучей мыши, это тоже её крыло, а теперь, если вы внимательно посмотрите на скелет, на самом деле ясно, что это кисть. Да, то есть летучая мышь, она летает вот этим вот местом, она летает кистью. Вот, собственно, здесь нарисовано. Вот они, эти пальцы, а на пальце натянута перепонка. На пальце и на запястье натянута перепонка. Ну и, казалось бы, устраивать... Ну, да, и, значит, ясно, что это одна и та же структура. Да, ясно, что это исторически одна и та же структура. Тут там набор косточек один и тот же. Но функции совершенно разные. И опять-таки это является доказательством общности происхождения, потому что если делать крыло заново, то совершенно непонятно, зачем его мастерить из остатков от кисти, да ещё как-то сильно переделанных. Опять, ровно такая же история молекулярная. Значит, здесь кристаллины. Кристаллины — это белки, из которых состоит хрусталик глаза. И оказывается, вот сверху кристаллин, а снизу белок фермент. Тут написано, как он называется, аргининский куцинат лиаза. Ну, неважно. Белок, который катализирует какую-то химическую реакцию. И есть у всех, включая бактерии. И оказывается, что кристаллин на самом деле безумно похож на эту самую аргининский куцинат лиазу. Тут опять два белка написаны, сверху один, снизу другой. Но он длинный довольно, тут на несколько строчек разбито. Значит, буковка написана синенькая, если они совпадают, плюс, если это похожая аминокислота, но пробелы, если там не похожая аминокислота, совпадают практически, ну, там, не знаю, на 90-95%. А функция совершенно разная. Потому что один фермент катализирует химическую реакцию, а второй — структурный белок хрусталика. Более того, на самом деле, если его выделить из хрусталика, то оказывается, что у него еще сохранилась эта ферментативная активность остаточная. Не очень хорошая, но чуть-чуть он все-таки работает. Может быть, не прямо этот кристаллин, их на самом деле много разных. И они все происходят из ферментов. То же самое, да, общее происхождение, совершенно разная функция. Опять, понятно, почему так получилось. Потому что, когда вы делаете белок для хрусталика глаза, вам нужно, чтобы он хорошо кристаллизовался, и чтобы кристалл был прозрачным. Ну, какие-то были, чтобы показатели преломления, может быть, правильные. И это можно делать из самых разных белков. Неважно, какая у них была изначальная функция. Я говорю, я в этом году со студентами своими проделал такой эксперимент. Я их попросил просто из статей, опубликованных, найти примеры кристаллинов, происходящих из разных ферментов. Мы там полторы дюжины нашли, по-моему, если я правильно помню. Разных кристаллинов, которые у разных зверей происходят из разных ферментов. То есть это происходило много раз независимо. Ну и наоборот, невынужденное сходство. Опять, когда вы живете в воде, понятно, почему вы похожи. Потому что надо плавать и преодолевать сопротивление среды. А если бы по лесу бегал кто-то, вот такой же обтекаемый, как акула, вот это было бы странно. Так же самая история. Значит, псевдогены, участки ДНК, которые ничего не кодируют. Ну то есть они когда-то были белками, перестали быть белками, перестали кодировать белки, прошу прощения, ну опять-таки мусор. При этом у человека и шимпанзе они абсолютно тождественны, ну там на 99%. Да, вот сверху фрагмент такого псевдогена человека, снизу фрагмент такого псевдогена шимпанзе. Еще раз, никакой функции у этих последовательностей нет. А они тождественны. Почему так может быть? Наверное, потому что они были у общего предка человека и шимпанзе. И просто сохранились, да, не успели развалиться. Вот. В общем, вот получается такая чудесная история, что когда мы смотрим в геномы, то таким классическим доводом эволюционной биологии про то, что действительно организмы происходят, извините бога ради, организмы происходят друг из друга, и следы этого видны в их строении, у нас еще добавился целый пласт историй ровно про такие же следы, которые видны не в строении организмов, а в строении их геномов. Вот это замечательно, это единственный рисунок во всей книжке происхождения видов. Здоровая толстая книжка, она об Алисе в стране чудес, если Алисе Лидл бы очень не понравилась, потому что как раз большая книжка без диалогов и картинок. Картинка там одна, вот эта. А это такая же картинка, только из записных книжек Дарвина. И опять, такие эволюционные деревья, ну, что-то типа родословных, только не для людей, а для разных живых существ, рисовали и до Дарвина. Но тогда это рассматривали просто как удобный способ показать классификацию. Но ясно, что там обезьяны больше похожи друг на друга, чем обезьяны на слонов. Давайте обезьяны нарисуем на одной ветке, а слонов нарисуем на другой ветке. А потом еще дальше там будут, не знаю, ящерицы, а еще дальше лягушки, а еще дальше рыбы. Ну, вот так и нарисуем. И заслуга Дарвина состояла в том, что он, по-видимому, первый четко сформулировал, что когда мы рисуем такие деревья, мы не просто удобным образом изображаем нашу классификацию, ту, которую мы придумали, а что эти деревья несут прямой эволюционный смысл, что они действительно показывают, кто кому родственник, кто кому совсем близкий родственник, кто подальше и так далее. Вот это, по-видимому, Дарвин впервые сформулировал. Ну и чудесная самая байка, что человек пришел от обезьяны, что бы это значил. Это карикатура на Дарвина в каком-то из английских журналов того времени, вот ровно, значит, когда вышла книжка «Происхождение человека». И это, на самом деле, нетривиальный вопрос, потому что, ну хорошо, что если человек произошел от обезьяны, а вот шимпанзе, например, почему он не произошел от обезьяны? Он как и был обезьяна, так и остался. Если человек произошел от обезьяны, то что делают все те обезьяны, которые по лесу бегают? Почему они не превратились в людей? И вообще, на самом деле, утверждение о том, что, да, ну, значит, правильное утверждение стоит, правильная формулировка состоит в том, что у человека и шимпанзе был общий предок. И этот предок был, он не был больше похож на шимпанзе, чем на человека, на самом деле, от шимпанзе тоже довольно сильно отличался. Но если бы нам показали этот, вот если бы была машина времени, нам бы показали этого общего предка в зоопарке, но мы бы его назвали обезьяной, потому что он обладал всеми теми характеристиками, которые мы в это слово вкладываем. И на самом деле, это было очень сильное утверждение, потому что еще одна из претензий к теории эволюции состоит в том, что это не наука. Не наука в следующем смысле, что наука делает утверждения, которые обладают предсказательной силой. Вот я говорю, что этот белок имеет такую-то функцию, катализирует такую-то реакцию. Я вот в повседневной жизни этим занимаюсь, когда я своей наукой занимаюсь, информатикой. Довольно многое из того, что мы делаем, состоится в таких абсолютно конкретных утверждениях, что у этого белка такая-то, значит, он катализирует такую-то химическую реакцию. Дальше приходят экспериментаторы, берут этот белок, синтезируют и проверяют, он действительно катализирует эту реакцию или нет. Это наука, потому что есть утверждения, которые можно ли подтвердить или опровергнуть. А про эволюцию говорят, что это не наука, потому что это история. Это все было потом, вы не можете эволюцию воспроизвести еще раз. Поэтому это все, такая-то история, философия, такие баечки, сякие баечки, там у кого-то баечки про эволюцию, у кого-то баечки про сотворение мира из мирового яйца и типа все в одну цену. Так вот, оказывается, что нет. Оказывается, на самом деле, что эволюционная биология вот такому формальному определению естественной науки удовлетворяет, потому что она тоже делает проверяемые утверждения. Я еще потом некоторые примеры буду показывать, когда у меня времени хватит. Но самое тривиальное, и там одно из первых проверяемых утверждений было ровно то утверждение Дарвина, что человек произошел от амбезьяны, а у человека и шимпанзе были общие предки. И это, на самом деле, утверждение было нетривиальное, потому что что было известно Дарвину в 1850 году? Ему был известен человек и шимпанзе, и это миллионы лет назад, и тут нет ничего, а это объем черепа. Да, вот человеческий череп и череп шимпанзе. В чем состоит предсказание? Предсказание состоит в том, что если у нас был общий предок шимпанзе, то в глубине веков должны быть живые существа, должны были быть живые существа, которые промежуточные между нами и шимпанзе, ну, например, по объему черепа. И эти остатки, если мы находим это утверждение, Дарвин никаких ископаемых остатков в этот момент не знал. Но предсказание неявное состоит в том, что они существуют. Ну, а дальше прошло 50 лет и нашли остатки хомоэректуса. Он довольно долго жил и был довольно разнообразен. Нашли неандертальца. Он жил, на самом деле, мы с ними довольно сильно пересеклись, с неандертальцами, но вот эта тема как раз другой лекции. Мы даже с ними, ну, больше не сами мы, а наши какие-то прадедушки, парабабушки с неандертальцами образовывали вполне плодовитые семьи. Собственно, в каждом из нас 2% вот каждый из нас на 2% неандерталец. Это полезно про себя понимать. Вот. Ну, потому что произошло скрещивание, и следы этого скрещивания в наших генах остались. Прошло еще 50 лет. Нашли еще гидельбергского человека, и еще начали находить австралопитеков. А потом прошло еще 50 лет, и смотрите, какая у нас тут богатая-богатая история наших предков. Причем тут есть боковые ветки, есть австралопитеки, из которых никакого человека не выросло. Есть куча разных вариантов современного человека. Вот этот чудесный хомо георгикус в Дмонисе в Грузии нашли совсем недавно таких вот чудесных людей, довольно старых. они вот промежуточные, по-вести, такие промежуточные ступень между хабелисами и оргастерами. То есть получилось очень-очень... Парадокс состоит в том, что мы на самом деле гораздо лучше знаем, как вот эта вот предковая обезьяна где-то вот здесь превращалась в человека, чем как она превращалась в шимпанзе. Потому что предки шимпанзе, предки людей жили много где, а предки шимпанзе жили, как жили в тропиках, так и жили. А в тропиках никаких остатков не сохраняется, потому что очень влажно. Нет надежды найти скелет предка шимпанзе такого промежуточного где-нибудь вот здесь. А людей разных очень много. Жили в саваннах, там относительно сухо, в пещерах кости хорошо сохраняются, куча чудесных черепов, скелетов и всего прочего. Ну вот это вот тоже современная картинка на сайте антропогенес.ру. Вот такое современное родословное дерево людей. Да, вот мы вот здесь. И вот это вот куча наших дядей, тетей, каких-то промежуточных, значит, звеньев. Вот эти вот гибридизации современного человека с неандертальцем, гибридизации современного человека с денисовцем. В общем, тут куча всякой чудесной истории. Ну, дальше, значит, будет немножко злобности, потому что это все замечательно, то, что я вам рассказываю, но есть точка зрения, например, русской православной церкви, которая состоит в том, что не надо бы этому детей учить. Есть точка зрения, но это не точка зрения, это картинка, да, это количество школ в России, а это количество церквей в России. Вот. Что тоже очень поучительное. Я не знаю, вот вам в четвертом классе у вас уже были основы православной культуры, или вы еще и успели проскочить? Ну вот, побеседуете с учительницей. Вот. Есть это чудесное, это на самом деле не обязательно, значит, свойство всех религиозных конфессий таких ведущих, не обязательно православной церкви, потому что мусульмане тоже хороши. Вот этот чудесный хриундели, это мэр Казани, значит, который внезапно узнал, что до сих пор в школах преподают теорию Дарвина. А он лично читал в научной литературе, что доказано, что одинаковых клеток у обезьяны и человека нет. Вот этого я очень люблю. Персонажа. Значит, это вот он высказывается, будучи депутатом Госдумы, да, это он в рекламе, вот, то есть он специалист по перепою, да, это реклама. Вот. Вот это вот ныне уволенный президент Российской Академии Наук, который тоже где-то прочитал, что, значит, последние факты ставят под сомнение дарвинизм. В общем, имеется какое-то ужасающее количество деятелей разной степени мракобесности, с которыми приходится это, ну так, полемизировать, я бы сказал. Вот, значит, есть чудесные, я оставлю эту презентацию, если кому-то интересно, значит, есть чудесные сайты, в которых можно много всего поучить, но посмотреть про это дело, я сейчас быстро пролесну просто, там существенно более подробно и довольно глубоко все это обсуждают. Вот есть замечательный сайт доказательства эволюции, который очень хорошие и разумные люди писали. Надо сказать, что вот опять, значит, я тут наехал на русскую православную церковь, но полезно понимать, что Коля Борисов и, по-моему, Аскольский вполне практикующие христиане, да, то есть это не противоречит. Вот, есть, значит, Стас Дробышевский, который у вас будет завтра, и вы обязательно послушайте, он совершенно замечательный, да, потому что он как раз занимается такой настоящей антропологией, вот не в телевизоре буковки смотрит, а вот реальные такие кости, там вот это все. Вот, есть сайт элементы, где тоже много всего замечательного, интересного. Значит, есть хорошие книжки, вот это я очень советую молодым людям и девушкам. Это очень хорошая эволюционная книжка, но там рассказано нечеловеческое количество всяких замечательных баек с таким очень прозрачным эволюционным смыслом. Давайте я одну любимую расскажу. Вы просто в любой компании будете совершенно, значит, бесценным, значит, рассказчиком, потому что, вот если ее внимательно прочитать и половину запомнить, то, значит, вам просто, вы можете любую компанию развлекать до без конца. Давайте я одну байку расскажу для примера. Значит, есть морские черви, которых, они в толще воды плавают их личинки, личинки бесполые, да, из них может получиться что угодно. А потом, когда личинка становится взрослым червем, значит, она выбирает, какого пола она станет, и выбирает она так, они падают на дно, если они падают на дно, они становятся девочками, если они падают на девочку, они становятся мальчиками. Вот, и этих баек там миллион, да, в общем, действительно, вот, очень-очень-очень советую. Значит, есть всякие полезные сайты, вот это хорошие сайты, это разные игры, но вот это игра в выравнивании белков, она такая чуть более научная, а это разные, там можно строить разных, значит, разных живых существ, ну, так вот, играть в эволюцию немножко. вот, сколько у меня еще времени? Нет, погодите, вы начали в 15 минут, поэтому 5 мне пока... спокойно, вот-вот-вот только не надо, вот-вот-вот мелкого надувательства не надо. А, хорошо, давайте я тогда... Ты сам знаешь, зачем спрашиваешь? Для того, чтобы снять ответственность. Окей. Вот, давайте я тогда немножко пропущу, значит, что такое остановка эволюции, ну, вот такие чудесные живые существы, которые морфологически совершенно не изменились, да, вот мечехвосты. Им, там, 450 миллионов лет, вот это отпечаток древнего мечехвоста, это современный мечехвост, который там в штате Деловер выползает массово на песчаных... Я понимаю, что лекция интересная, им 5 минут 10 можно продолжить. Вот видишь, вот за этим и спрашивал. Вот, спасибо. Вот, вот это чудесная латимерия, которую знали, как окаменелость очень долго, а потом внезапно оказалось, что они еще до сих пор плавают, такие латимерии. Вот это уже, так сказать, ее выловили и изучают, а это с ней вот можно пообниматься. Значит, если кто умеет нырять с их валангом и знает, где ее найти. А это вот ископаемая латимерия, что она не изменилась, вот морфологически все то же самое. Оказывается, что молекулярно все-таки меняется. Вот это то же самое дерево, вот они латимерии, это современные рыбы, это вот как раз этот самый скат, акулы, это хрящевые рыбы, это костистые рыбы, это современные рыбы, а это вот те рыбы, которые постепенно стали превращаться в сухопутных, да, цилокант, потом двоекодышащие. И на самом деле, вот он цилокант, да, у него не очень длинная ветка по белокодирующим, но, в общем, молекулярные часы, вот эти вот случайные замены, они тикают. И даже понятно, почему, потому что я уже говорил, заметная часть генома — это мусор, там вообще ничего не закодировано. Случайные ошибки в этих местах ничего не означают. Если вы сделали опечатку в рекламном объявлении в каком-нибудь журнале, ну, скорее всего, это ни на что не повлияет, потому что все равно никто этих объявлений не читает. И мы можем мерить время просто по количеству различий, потому что, опять-таки, большинство различий, они эволюционно нейтральны. Так, ладно, это я уже все пропущу. Это замечательная история, давайте расскажу, ладно, бог с ним. Значит, история вот какая. Африканские озера образовались не так давно, озеро Малави миллион лет назад, а озеро Виктория вообще 12 тысяч лет назад. Ну, просто какие-то обвалы там вулканические, перекрывали реки, значит, образовывалось озеро, был один-единственный предковый вид, который вот за эти очень маленькие времена, там, 12 тысяч лет назад, развился вот в кучу разных чудесных видов. Цехлит, Цехлит, я думаю, что многие видели в аквариум, на самом деле, такие стандартные аквариумные рыбки. Очень много видов, там вот что красиво, вот это три разных озера, а это разные виды, разные экологические ниши. Чем вы в этих озерах занимаетесь? И видно, как все на дне и те же приспособления возникли совершенно независимо в этих трех озерах. Это, которые свободно плавают, это, значит, скребут камней, эти обкусывают других рыбок, соответственно, челюсти приспособлены для того, чтобы от кого-нибудь откусить кусочек чешуи. Грызут улиток, эти чудесные толстогубые поедатели насекомых, чтобы так вот ее... А вот это их предки, которые в реках жили и, собственно, эти озера заселяли. То есть эволюция, на самом деле, может происходить очень быстро. Так, это... Давайте я только про это скажу, не буду подробно говорить. А, нет, давайте... Это на самом деле можно. Это чудесная история. Это я пропущу, а это расскажу. И эта чудесная история вот какая. Значит, это эти люди, по-моему, 30 уже лет, занимались тем, что пытались воспроизвести эволюцию в пробирке. А именно, они взяли бактерии кишечной палочкой, шейхиаколия, и регулярно, там, несколько раз в неделю пересевали этих кишечных палочек, а при этом каждые 10 тысяч таких вот пересеваний они замораживали очередную пробирку. То есть у них имеется полностью вот эта вот история всех этих поколений кишечной палочки. Это вот эта чудесная лаборатория, вот этот Ричард Ленский, который все это затеял. Вот это их чудесные пробирки, да, это вот, значит, какой-то взбесившийся постдок, который там 5 лет пересевал кишечных палочек, значит. Вот, ну это, по-моему, постановочная фотография все-таки, но хорошая. И там они все этим занимались, делали какие-то такие не очень яркие опыты, а потом наступила эпоха определения геномных последовательностей, массового, массового и дешевого. И они могут теперь в этих поколениях, они ввели там несколько линий в разных условиях, и теперь они могут определить геномные последовательности современных кишечных палочек и древних кишечных палочек, потому что у них эти древние кишечные палочки лежат в холодильнике. Древние с точки зрения этого опыта, да. И когда, например, у них там появились кишечные палочки, просто новый, практически новый вид, ну, новый штамм уж точно, да, совершенно другими метаболическими возможностями. Кишечная палочка, которая умеет питаться отходами других кишечных палочек химическими, лактатом, не лактатом, цитратом, неважно. Значит, фишка в том, что внезапно, ну, как внезапно, в какой-то момент, вот у кишечных палочек, которые жили в этих пробирках, в одних и тех же условиях, появилась новая, у кого-то из них появилась новая способность, и они смогли занять новую экологическую нишу. Да, они теперь не соревнуются с другими кишечными палочками за глюкозу, потому что они могут питаться не глюкозой, а тем, что всем остальным не нужно. Ну, а дальше можно просто посмотреть, в какой момент это произошло. Можно вернуться, откатить назад на несколько сотен, на несколько десятков тысяч поколений и воспроизвести эту эволюцию. Посмотри, вот когда появился этот штамм с этими новыми возможностями, вот насколько он был более приспособлен в разных условиях. И, в общем, можно действительно таким способом, вот это такой чудесный опыт, там сейчас очень много хороших статей про это разных. Значит, ровно вот можно смотреть, как появляются разные новые возможности. Можно деревья рисовать, вот как что происходило, вот это вот, вот сюда время идет, и наверх время идет. И вот это разные штаммы этих самых популяций. Там можно смотреть, значит, насколько сравнивать приспособленность разных там предковых и современных штаммов. В общем, на самом деле, такая действительно мечта всех биологов, потому что у вас теперь, вы можете вот в прямую, ну, только это бактерии, конечно, но теоретично, вот представьте себе, что вы можете там в прямую, скажем, устроить соревнования, побегу между там каким-нибудь динозавром и там слоном, я не знаю, да? Динозавры вымерли, слоны остались. Наверное, слоны более приспособлены. А давайте посмотрим, давайте мы возьмем слона, возьмем динозавра, поместим, посадим в одну клетку и посмотрим, кто кого сборит. Вот здесь ровно то же самое, да, мы берем одну кишечную палочку, другую кишечную палочку с другими свойствами, сажаем в одну и ту же пробирку и смотрим, кто в этой пробирке лучше живет, в зависимости от условий. Вот, и про бактерии, да, на самом деле, вот, там, спасибо Михаил Абрамовичу, он сказал, что это интересно, но, значит, как всякий, опять я уже говорил про плохих журналистов, вопрос, а зачем все это надо? Все это замечательно интересно, действительно интересно, кто кого сборит, ну и что? Ну вот мы будем знать, что современные кишечные палочки отобрались, потому что были более приспособленными. И оказывается, что есть, там, область медицины, на самом деле даже не одна, в которой эволюция, понимание эволюции абсолютно необходимо для того, чтобы вообще понять, что происходит. Это история про антибиотики. Потому что в 29-м году открыли пенициллин, да, пенициллин существовал всегда, значит, грибок пенициллиум, его всегда делал, значит, жили они все в почве, и грибки, и бактерии, и друг к другу воевали, да, там, все время, так сказать, антибиотики появились задолго до человека, это полезно понимать, да, бактерии и грибки, одноклеточные друг к другу антибиотиками травили, многие миллиарды лет, еще, не то что человек, и динозавров не было, никого не было, вообще были только одноклеточные. И они друг друга страшно мочили, потому что они соревновались за ресурс, и надо было с конкурентами воевать. Антибиотики, это когда мы научились использовать эти вещества для того, чтобы бороться с нашими патогенами. Ну вот, пенициллин, открыли в 29-м году, начали применять в 40-х годах, в начале 50-х уже появились штаммы бактерии, устойчивые к пенициллину. Опять, что значит появились? Среди человеческих патогенов возникли такие штаммы, потому что бактерии, устойчивые к пенициллину, опять-таки существовали всегда. Это ровно те бактерии, с которыми грибок пенициллиум боролся. Он делал пенициллин, бактерии приспосабливались и от пенициллина не помирали. То есть в почве, вот этот ген и устойчивость были у почвенных бактерий. Эти гены устойчивости были всегда. А появление лекарственной устойчивости означает появление лекарственной устойчивости у патогенов, которые вызывают наши болезни. Путём горизонтального переноса генов бактерии умеют обмениваться фрагментами генетической информации, но более точно не так. Бактерии могут засосать из внешней среды большой фрагмент ДНК какой-нибудь другой сдохшей бактерии. Если в этом фрагменте были какие-то полезные гены, то они сохраняются. Есть горизонтальный перенос генов между бактериями. Это то, как лекарственная устойчивость, в данном случае к пенициллину, из почвенных бактерий попала в возбудителей болезней наших. А дальше пациенты эти устойчивые штаммы таскают из больницы в больницу и друг другу постепенно заражают. Картинка на самом деле довольно мрачная. Это вот Федина, ну то есть из какой-то статьи, но я её у Феди, значит, он мне её подарил, да, потому что, смотрите, вот это появление антибиотика... Миша, можно вопрос? Там вопрос у паренька был. Вы сказали, что бактерии могут... Не поедают. Поедают, это означает засосать, разрезать на мелкие кусочки и съесть. Они же не могут выбрать, какие полезные... Правильно, они выбирают все. И это аналог случайных мутаций. А вот те, которые оказались полезными, если вы бактерия, и вы случайно засосали полезный кусок ДНК, ну, например, тот, который позволяет вам сопротивляться антибиотикам, то ваши потомки становятся очень успешными, да, потому что все сдохли, а вы устойчивы, вы не сдохли. Сейчас я покажу картину, сейчас у меня будет про это. Да, то есть механизм... Короткий ответ такой... Нет, короткий ответ, подождите, несколько слайдов, а чуть более длинный ответ такой, что пробуются все фрагменты случайные, а те из них, которые оказались полезными, они фиксируются отбором. И вот это канонический дарвинизм, вот эта вещь, которую... Вот происхождение видов написано практически теми же словами. Только что там слова ДНК нет. Ну вот, значит, это антибиотик, появление антибиотика, такое использование клиническое, а это появление устойчивости. Ну вот, пенициллин, тетрациклин... Вот, в общем... В общем... И это распространение устойчивости золотистого стафилоколка к резистентной форме, процент, да? Вот в 80-м году практически все были чувствительны... МРСА вот это, да. В 80-м году практически все были чувствительны к метициллину, а в 2005-м больше половины уже устойчивы. Это мультирезистентный туберкулез. Мультирезистентный означает следующее, что не лечится вообще никакими антибиотиками. Ага, кто сказал ой-ой-ой? Правильно. Вот. Значит, это красное, это больше 18% случаев. Это Россия, Казахстан, Средняя Азия, она немножко восточная Европа. И даже понятно, откуда берется. Основной источник этого — это российские тюрьмы и колонии, где людей лечат плохо, они не проходят курсы до конца, выходят на свободу. Значит, он недолеченный, а у него уже образовался вот этот самый устойчивый штаб. Вот. И, в общем, на самом деле, через некоторое время, по-видимому, будем опять, как во времена Антона Павловича Чехова, лечиться кумысом и горным воздухом. Из-за того, что очень быстро образовывается лекарственная устойчивость, появляется, даже не образовывается, а именно появляется, фармацевтическим компаниям антибиотики делать невыгодно, потому что затраты на разработку такие же, как для остальных лекарств, а устаревает очень быстро, вы не успеваете отбить вложения. Поэтому, начиная с середины 80-х годов, никаких новых классов антибиотиков открыто не было. Это про классы. А новых антибиотиков даже в старых классах, тоже вот количество новых антибиотиков, которые в год приходят, вот оно тоже так аккуратненько помню. Совсем современных нету, это картинка там десятилетней давности, но, в общем, тренд понятен. И в чем эволюционные механизмы возникновения, появления лекарственной устойчивости? Смотрите, вот опыт. Берем три штамма кишечной палочки. Один — это просто обычный дикий тип, обычная кишечная палочка. Это С. С — это кишечная палочка, которая делает антибиотик, а именно калицин. И этим антибиотиком убивают другие штаммы кишечных палочек. Ну, понятно, самые злые конкуренты — это обычно те, кто на тебя больше всех похож. Поэтому для кишечной палочки самое главное — это убить других кишечных палочек. С остальными можно потом разбираться. Значит, калицин — это антибиотик, которыми одни штаммы кишечных палочек чморят другие штаммы кишечных палочек. Если вы нальете в пробирку дикого типа и продуцента калицина, то дикий тип очень быстро вымрет, просто отравится. Дальше есть штаммы, устойчивые к калицину. И производство калицина, вообще говоря, вещь не безобидная, потому что вы тратите ресурсы на это, во-первых, а во-вторых, вы сами себя немножко подтравливаете. Поэтому если вы в пробирку наливаете продуцента калицина и устойчивого, то устойчивый постепенно вытесняет продуцента, потому что продуцент живет немножко хуже, немножко хуже размножается. Но устойчивость тоже вещь не безобидная, потому что что значит, что вы устойчивый к калицину? Значит, вы у себя попортили мишень калицина, а она для чего-то была нужна. То есть вы перестали травиться калицином, но вы стали чуть менее эффективными. Поэтому если вы наливаете в пробирку устойчивого и обычного дикого типа, то дикий тип живет немножко лучше, размножается немножко быстрее и вытесняет устойчивого. Теперь если кто-то внимательно следил за тем, что я говорил, что мы получили типичную ситуацию как камень-ножницы-бумага по циклу. Продуцент быстро убивает дикого, устойчивый вытесняет продуцента, дикий вытесняет устойчивого. Теперь упражнение. Что будет, если всех троих налить в банку? Нет, не зависит от того, кого больше. Дикий выживет. Дикий выживет. Почему? Дикий у него приспособленный свой. А вы не знаете, я вам только попарно рассказал историю. Да, молодой человек, вот вы что хотите сказать? Ну, только того, что произойдет быстрее. Истойчивый вытесняет продуцента? Да. А вы просто бактерия вытесняет истойчивого? Да. А что произойдет быстрее? Я все сказал. А? Дикий вымрет. Правильно. Дикий вымрет быстро. Потому что его отравили. Я несколько раз про это сказал на самом деле, я только не стал специально подчеркивать. Так, дайте я договорю теперь. Спасибо. Вот. Значит, дикий вымрет быстро. Вы все правильно сказали, но просто дайте я уже подробнее сказать. Дикий вымрет быстро, потому что его просто отравили. Останутся продуцент и устойчивый, и устойчивый постепенно вытеснит продуцента. То есть там будет один процесс. Правильно было сказано, что зависит от того, с какой скоростью эти процессы происходят. А теперь чудесный опыт вот какой. Давайте теперь мы их не в банку нальем, а нанесем на чашку Петри. Вот сделаем такую шестиугольную сетку, и в узлы этой сетки нанесем эти колонии. Пока они не встретились, они просто спокойно растут. Получаются вот такие вот круглые колонии. Потом они начинают встречаться. И на каждой границе происходит ровно то, как сказано. На границе вот здесь, продуцент и устойчивый. Вот тут были устойчивые, вот они были продуценты, а вокруг них были устойчивые. Эта граница отползает в сторону продуцента. Вот она была здесь, потом она была здесь, а потом продуцентов вообще не осталось. Сдвинулись. И я уж не буду сейчас подробно показывать, но в общем видно, что эти границы двигаются ровно так, как предсказано. Очень похоже на то, вот знаете, есть такие атласы по истории Европы. Вот разные страны, вот Польша там ползает туда-обратно, то в Германию сползет, то в Россию сползет. Еще кто-нибудь. Кто-то вообще исчезает. Вот очень похоже, по-моему. И это ровно такой же опыт, но только на мышках. Взяли 12 клеток, в каждую клетку посадили 3 мышки. Одну мышку заразили чувствительным, одну устойчивым, одну и одну продуцентом. Ну, значит, поскольку условия в этих клетках были антисанитарные, то мышки друг от друга заражались кишечными палочками. И, ну, та же история, да, они так постепенно друг друга вытесняли. Значит, мировоззренческие, и так, ну, несколько циклов они не могли все-таки наблюдать внутри одной мышки. Но вот внутри одной мышки, вот, пожалуйста, вот мышка у нее был чувствительный, потом его вытеснил продуцент, а потом его вытеснил устойчивый, вот в этой мышке. А в этой мышке был устойчивый, потом его вытеснил чувствительный, потом тут поболтался продуцент, а потом опять устойчивый, ну и так далее. Да, то есть несколько таких вот циклов внутри одной мышки можно проследить. То есть получительный мировоззренческий вывод из этого опыта, если кому-то нужен, состоит в том, что в конечном счете все-таки устанавливается в каждой клетке какой-то один штамм всех выживает, мышки становятся одинаковыми, и это будет либо устойчивый, либо дикий тип. Вот продуцент калицина не вытесняет всех остальных никогда. Да, это от каких-то случайностей, по-видимому, зависит, но продуцент ни разу не выжил. Значит, мораль из этого такая, что если вы собираетесь жить над тем, что делает всякие гадости, то это эволюционно плохая стратегия. Как минимум, если вы кишечная палочка. Вот. И это самый конец проустойчивости к антибиотикам. Значит, смотрите. Вот картинка. Она довольно сложная, я ее сейчас объясню. А картинка вот какая. Значит, появился новый антибиотик, цевтоксин, и тут же появились мутантные штаммы. А тут немножко другой механизм. Тут бактерии не обмениваются генетической информацией, а просто уже в существующем гене происходит изменение, которое эту бактерию делает устойчивым. Вот это, значит, дикий вариант этого самого гена бета-локтомаза. Бета-локтомаза – это фермент, который разрушает антибиотики. И вот это предковая бета-локтомаза. Она умела разрушать антибиотики второго поколения, а третьего поколения антибиотики она разрушать не умела. Эффективность была очень маленькая. Там 0,09. А вот тут случилось 5 мутаций, и это уже фантастически эффективная бета-локтомаза, которая этот цевтоксин разрушает только так. И эти 5 мутаций, они же не могут произойти одновременно. Оказывается, что они происходили, просто люди сделали вот что. Люди сделали все промежуточные варианты, которые можно себе представить. То есть все возможные наборы из этих пятерок, из этих мутаций. И посмотрели, что вам нужно, чтобы прошел отбор. Вам нужно, чтобы каждый следующий вариант был более эффективен, чем предыдущий. И оказывается, что это можно сделать практически единственным способом. То есть вот эти 5 мутаций произошли строго в определенном порядке, потому что если бы они происходили в другом порядке, то более новый вариант не вытеснял бы более старого, он был бы менее эффективен. Ну, и совсем честно, то не строго один эволюционный путь, возможно, там два пути. Но во всяком случае, не все. То есть эти мутации происходили в определенном порядке. В чем фишка? Фишка здесь вот. Для чего мне этот слайд нужен? Я не очень хорошо это рассказал, я не уверен, что все поняли, но бог с ним. Тут существует мораль. Мораль вот какая. Что для того, чтобы какая-то мутация закрепилась в популяции, носитель этой мутации должен быть более успешен. И это не происходит за один раз. То есть это процесс, который происходит на самом деле постепенно. Происходит одна мутация, и носитель чуть-чуть более успешен. Происходит следующее, он еще чуть-чуть более успешен и так далее. И вот чудесный опыт, который вот какой. Это такая плоская чашка Петри. Это разные концентрации антибиотиков в разных областях. Эта чашка Петри поделена на такие полоски, и в каждой полоске все более и более возрастающая концентрация антибиотиков. Сначала антибиотика нет вообще, потом чуть-чуть, потом побольше, еще больше, и тут уже какая-то гигантская доза. Если вы этих бактерий сразу посадите в середину, то они тут же сдохнут, потому что там доза антибиотика действительно колоссальная. А теперь что будет, если вы их посадите с краю? Вот мы начинаем, вот мы сюда сажаем бактерий, вот они растут, значит белые это колония бактерий, и вот они дошли до границы. За границу они выскочить не могут, потому что там антибиотик. Потом появляются мутанты, которые устойчивы к маленьким концентрациям антибиотика. Они выходят за эту границу и начинают размножаться в следующие полоски. Среди этих мутантов они уже чуть-чуть приспособлены, но только к маленьким концентрациям, большие они все равно не могут. У них появляются следующие мутации у кого-то из них, и они становятся более приспособленными уже к большей дозе. Потом еще к большей дозе. Вот здесь очень хорошо видно, да, вот тут прямо возникло несколько мутаций в нескольких местах, и вот пошли колонии размножаться в следующих. И вот наконец появились такие бактерии, которые умеют жить при колоссальных концентрациях антибиотика, которых изначально не было. Поскольку все это делается просто банально действительно в реальной пробирке за 11 суток, то вы можете потом собрать бактерии из разных участков этой плашки, нарисовать эволюционное дерево, посмотреть, кто от кого происходил, посмотреть, какие мутации происходили, все это вообще сделано. Это научная часть этого, а теперь содержательная часть. А вы теперь поменяйте вот эти полоски на пациентов. Вот первый пациент, у него заболело горло, он принял антибиотик, у него все прошло на следующий день, он решил, что я буду напрасно травиться и бросил. Что означает? Он практически всех бактерий убил, но те, которые были чуть-чуть устойчивы к антибиотику, они сохранились, а у них исчезли конкуренты. И они стали эволюционно чуть более успешными. Дальше заразилась его теща, у нее горло поболело, она один день антибиотик попринимала, не помогло. А понятно, почему не помогло, потому что те бактерии, которыми он ее заразил, они уже однодневный курс легко выдерживают. Ну, она попила два дня, ну и вроде горло прошло, да, она большую часть бактерий убила. Но среди тех, которые там остались недобитые, остались те, которые устойчивы теперь к более продолжительному курсу. И так с каждым новым пациентом, который не пропивает курс до конца, не убивает этих бактерий до конца, вы отбираете все более и более приспособленные штаммы. И это то, что реально происходит. Да, вот устойчивость к антибиотикам, она эволюционирует ровно таким способом. Да, это пример в пробирке, то есть опыт в пробирке. А то, что я рассказал, это то, как оно происходит реально вот в больнице. Ну, поэтому не надо кормить скот на птицефермах антибиотиками, потому что вы отбираете таким способом устойчивые штаммы. Но это, к счастью, вроде бы сейчас уже мыло с треклозаном перестали делать. Тоже довольно бредовая затея, да. Вот его запретили только вот, только сейчас. Да, не надо добавлять антибиотики в мыло, потому что это как раз очень хороший способ отбирать устойчивые штаммы. Значит, коровок в Европе запретили кормить, в Америке. Сейчас тоже постепенно запрещают, ровно по тому же самому. Да, я уже говорил, что основной источник генов устойчивости к антибиотикам это почвенные бактерии. Потому что там эта химическая война происходит миллиарды лет, да, там уже все есть, что нужно, чтобы воевать. А птицеферма, ну там, животноводческая ферма или птицеферма, где вы кормите скот и птицу антибиотиками, это ровно то место, где почвенные бактерии встречаются с патогенами. А патогены у нас и у коровы примерно одни и те же. Вот. Ну ладно, значит, я уже дальше брошу, что очень хорошо иммунная система описывается эволюционными моделями. Очень хорошо рак описывается эволюционными моделями. Да, вот эта картинка из классической работы 65-го года, а эта картинка из современного обзора 2006-го года, да. Нарисовано на самом деле практически одно и то же, да. Это просто обзор про рак. Вот, ладно, это все нафиг. Ну да, медицина нуждается в эволюции, я про это уже рассказал. Ну, собственно, все. Значит, это фонд «Эволюция», который пытается делать кучу всего полезного. Это такой рекламный слайд. И на этом я, наверное, закончу. Спасибо. У нас теперь есть время для вопросов. Сейчас, секундочку. Напоминаю, что вопрос у нас в микрофон, поднимайте руки. Как назывался эта презентация? Молекулярная эволюция. Так вот, я не очень понял, что все-таки значит этот термин. И чем молекулярная эволюция отличается от простой эволюции общей. Можете объяснить? Ну, могу попытаться. Молекулярная эволюция — это та эволюция, которую мы изучаем на уровне молекул, а именно ДНК и белков. И на самом деле она-то, по-видимому, является более фундаментальной, потому что морфологическая эволюция, то есть та эволюция, которую мы можем изучать, просто сравнивая разные живые организмы, она является следствием того, что что-то случилось с генами и с тем, как они работают. То есть молекулярная эволюция — это как бы такая основа той эволюции, которую мы можем пытаться изучать на костях, или на живых существах, или еще на ком-то. Есть еще вопросы? Дай потом. Это лекция для 8-11 класса, поэтому… Нет, вопрос на самом деле разумный, поэтому… Нет, просто в плане того, что у них такая договоренность, что они сюда приходят, но все вопросы, если их больше, чем два, задают после лекции. Ну, хорошо. Ведь вопрос из чата странный. Нет, 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 у Абрамовича вопрос, а потом из чата. Ну, давайте сначала из чата. Значит, за что купил, то продаю. Спрашивают, когда клонируют мамонтов. Мамонтов не клонируют никогда, и это невозможно сделать, потому что для того, чтобы клонировать, вам нужно ядро. Вам недостаточно знать геномную последовательность, и даже недостаточно синтезировать геномную последовательность, как молекулу. Давайте, что нужно, чтобы клонировать? Вам нужно знать последовательность ДНК. Вам нужно эту последовательность перевести теперь в молекулу, чтобы она была у вас не в компьютере, а в пробирке. Это можно сделать, но ДНК работает не так. ДНК очень плотно упакована в ядре и еще химически дополнительно модифицирована. И еще там взаимодействуют с разными белками в ядре. И для того, чтобы она работала, вам нужно воспроизвести всю эту сложную картинку, которую вы просто банально не знаете. Вы даже не знаете, что воспроизводить. Уже даже вопрос не в том, что вы это не можете в ядро засунуть, а вопрос в том, что вы не знаете, что надо засовывать. И это проблема фундаментальная. Когда клонируют овечку Долли или кого-то еще, ее клонируют не так, что ее присоединяют к компьютеру, и с компьютера ДНК магическим образом попадает в маму овечки Долли. А берут ядро клетки овечки Долли и пересаживают в другую клетку. Поскольку жизнеспособного ядра клетки мамонта у нас нет, то это вопрос снимается. А можно сделать другое. Мы можем реконструировать... Так, коллеги в коридоре, заткнитесь, пожалуйста. За какой дверь, пожалуйста? Вот, это тоже хороший способ. Значит, можно делать вот что. Мы знаем последовательность генома мамонта. Действительно знаем, она известна. Мы знаем последовательность генома слона. Они не очень сильно отличаются. Мамонт ближе к азиатскому слону, а африканский слон им обоим двоюродный. То есть мамонт на самом деле просто слон. Мы можем взять гены слона современного и начать их по одному менять, постепенно превращая современного слона в мамонта. Значит, если у кого-то есть несколько сотен лет, ну понятно, поколение слонов это довольно долго, значит, то этим можно заняться. А вот что люди делают? Люди делают вот что. Они берут клетки слона, и в этих клетках отдельные гены действительно заменяют на гены мамонта. Это можно сделать. Для этого есть соответствующая техника. А дальше оказывается, например, что эти клетки оказываются более устойчивы к холоду. Ну потому что где живут слоны, где жили мамонты. Вот такого сорта вещь. То есть сделать такую обратную инженерию современного слона, постепенно превращая его в мамонта, это сделать можно. А клонировать нельзя? У меня, значит, я думаю, что мы можем закройте вопросы. У меня вопрос, он же предложение. Значит, можно ли считать, что главным выводом вашего доклада является тот факт, что эволюция есть? Сам факт, что эволюция есть? Или можно как-то иначе сформулировать выводы? Есть, нет. Эволюция есть, и это как бы общее место. И это лозунг. Главным выводом моего доклада состоит в том, что эволюцию можно изучать. Как молекулярно, так и палеонтологически. Как палеонтологически ее можно описывать. Но там довольно трудно что-то говорить про движущие силы, когда вы смотрите на кости. А когда вы опускаетесь на молекулярный уровень, то можно уже пытаться описывать детальные механизмы того, как это происходит. Да, в случае с кишечной палочкой, с бактерией, вы можете просто поставить опыт продолжительный. В случае с, вот то, что я говорил, эволюшн девелопмент, это тоже будет первое время описательная наука, но описательная на гораздо более глубоком уровне. Последний вопрос из чата. Там спрашивают, почему какие-то антибиотики рекомендуют пить 7 дней, а какие-то 3 дня. Антибиотики рекомендуют пить столько времени, сколько нужно, чтобы окончательно вычистить тех бактерий, которые есть. Но там, как всегда, есть много разных соображений. С одной стороны, лучше бы их пить дольше, чтобы уже точно всех выморить. С другой стороны, антибиотики вещь, в общем, не безобидная, и пить их слишком долго не стоит. С третьей стороны, когда вы пьёте антибиотики, убиваете своих патогенов, и заодно убиваете полезных бактерий, которые живут в кишечнике. То есть там всегда имеется некоторый такой баланс между желанием всё вычистить и желанием самому при этом не сдохнуть. Спасибо большое. Давайте ещё раз послупим. Спасибо. Спасибо большое.